Письмо девятнадцатое Мой дорогой Гнусик Я много думал над вопросом, который ты задал в последнем письме Как я уже разъяснял, все индивидуумы по самой своей природе находятся в конкуренции друг с другом И, следовательно, вражью идеи любви содержат противоречия Почему же я снова говорю о том, что он действительно любит этих двуногих насекомых И действительно желает им свободы и вечной жизни Я надеюсь, мой милый мальчик, что ты никому не показывал моих писем Конечно, для меня это не имеет никакого значения Каждый понял бы, что те ереси, в которые я впал, совершенно случайны Кстати, надеюсь, ты понял, что мои нелестные слова о гаде просто шутка Я его глубоко уважаю И, конечно, я в шутку сказал, что не собираюсь защищать тебя перед властями Ты можешь положиться на то, что я буду блюсти твои интересы Однако все мои письма непременно держи под замком И я по чистой небрежности сказал, что враг любит людей Разумеется, это невозможно Ведь они совершенно отличны от него То, что хорошо для них, для него нехорошо Все эти разговоры о любви, должно быть, прикрывают что-то иное Неспроста же он создал их, и столько с ними возятся Иногда случайно скажешь, что он любит их этой невозможной любовью Потому что нам никак не понять, в чем здесь загадка Что он собирается делать с ними? Неразрешимая проблема Думаю, я вправе сказать тебе, что именно по этой причине отец наш поссорился с врагом Когда впервые поставили вопрос о сотворении человека И враг открыл, что предвидит некое происшествие с крестом Отец наш, естественно, стал добиваться разъяснений Враг не дал ему никакого ответа Кроме этой невероятной истории, которую он с тех пор и распространяет Естественно, отец наш ей не поверил Он умолял врага выложить карты на стол Просил его и молил Но враг ответил От всего сердца я желал бы, чтобы ты узнал Мне кажется, именно тогда отец наш возмутился незаслуженным недоверием И это побудило его удалиться так далеко и так внезапно Что возникла версия о его изгнании с небес С тех пор мы начали понимать, почему наш враг развел такую таинственность На ней зиждется его власть Его приверженцы часто сознавались в том, что если смогли бы понять его любовь Война закончилась бы и мы вернулись на небеса Перед нами великая задача Мы знаем, что он не может действовать по любви Никто этого не может, ибо это бессмысленно Если б мы только обнаружили, чего он хочет Мы проверяли гипотезу за гипотезой И все еще ничего не добились Однако мы не должны терять надежды Все сложнее теоремы Все полнее сведения Все выше награды исследователям И больше их успехи Все страшнее наказания Для тех, кто терпит неудачу Если действовать так до скончания века Быстрее и быстрее Неудачи быть не может Ты жалуешься, что из моего последнего письма неясно Считаю ли я влюбленность желательной Ну, Гнусик Такого вопроса можно ожидать только от них Оставь им обсуждать Добро или зло Любовь, патриотизм, целебат Церковные обряды Отказ от алкоголя Высшее образование Неужели тебе неясно, что ответа нет? Ничто не имеет никакого значения Кроме состояния души Устремляется ли подопечный к врагу Или к нам? Однако было бы неплохо Если бы пациент стал гадать Добро или зло его любовь Если он надменный человек Презирающий все телесное и снобизма Ошибочно принимаемого за чистоту И если ему приятно Нацмехаться над тем, что одобряет большинство его друзей Непременно заставь его отрицать любовь Укрепи в нем высокомерный аскетизм А потом, когда отделишь его собственную похоть От всякой человечности Навяжи эту похоть снова Но уже в какой-нибудь жестокой Циничной форме Если же он напротив Человек эмоциональный Легкомысленный Питай его скверненькими поэтами И третисортными романистами Старой доброй школы Пока он не поверит, что любовь неотвратима И каким-то непостижимым образом благодетельна Такая позиция, уверяю тебя Не так уж сильно побуждает к случайным связям Но она несравненна для продолжительных связей Благородных Романтических и трагических Завершающихся, если все идет благополучно Убийством или самоубийством Если это не удастся Попробуй натолкнуть подопечного На полезный брак Ибо брак Вражье изобретение Может принести и нам свою пользу В окружении пациента Наверняка есть несколько женщин Которые чрезвычайно затруднили бы Его христианскую жизнь Если бы ты увидел его Жениться на одной из них Пожалуйста Доложи мне об этом в следующем письме А пока помни Что даже влюбленность Саму по себе нельзя считать полезной И благоприятной для нас Или для вражеской стороны Это просто состояние Которым дано воспользоваться и нам И им Как и многое другое Сильно волнующее людей Здоровье и болезнь Молодость и старость Война и мир Влюбленность С точки зрения духовной Главным образом Сырье Твой любящий дядя Баламут Твой любящий дядя